Ну что ж, по многочисленным заявкам я подготовил разбор матча между сборной Узбекистана и сборной Ганны, которая фактически являлась второй командой своей страны. Вот такие дела. У Ганны есть первая сборная, самая сильная, а есть вторая, которая, скажем так, послабее. И именно она здесь играла против Узбекистана в рамках товарищеской встречи. Хотелось бы отметить, что вот этот состав Ганны, он почти полностью собран из игроков, выступающих в чемпионате Ганны. То есть здесь нету легионеров из Европы, из других чемпионатов, сплошняком представители собственного ганнского футбола. Ну и разумеется, здесь Узбекистан изначально был явным фаворитом, потому что у узбеков есть классные исполнители, Шамуродов из Италии, Машарипов с его техникой, Астон Урунов из российской премьер-лиги и так далее. И в общем-то всем было понятно, что здесь игра пройдет под диктовку Узбекистана. Он будет больше владеть мячом, будет больше бить поворотом соперника. Но главный вопрос был в том, чтобы добиться нужного результата. Ведь мало контролировать мяч, мало бить поворотом, нужно еще реализовывать свои шансы. А вот с этим, к сожалению, у сборной Узбекистана были проблемы. И давайте разберемся, почему в матче с таким, ну прям скажем, не самым сильным соперником Узбекистан не смог добиться более весомого преимущества в счете, и почему Узбекистан не смог разгромить вот этот второй состав Ганны. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы зарегистрируетесь по ссылке в описании и введете промокод, указанный здесь же в описании, то получите три бесплатные ставки. Так что дерзайте, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы переходим к стартовому составу Узбекистана. Каких футболистов здесь выбрал Абрамов, главный тренер этой команды? Итак, первое, что бросается в глаза, это появление Ильясова на посту номер один. Галкипер проводит всего лишь второй матч за национальную команду, и следует отметить, что он здесь, конечно, показал себя слабовато. И тот же самый забитый мяч Ганны, он был забит при очень серьезной, на мой взгляд, ошибке Галкипера. Я там пытался присмотреться к этому эпизоду, может быть, там был какой-то рикошет или еще что-то, но нет, это просто был удар. Да, удар хитрый, но без какого-либо рикошета Галкипер, ну, скажем так, не рассчитал траекторию полета. И это, к сожалению, неприятный эпизод. А вот что понравилось, так это работа полузащиты и атакующей группы. Хотя в центре поля не появился Адил Ахмедов, которого, возможно, многие ждали увидеть в сборной Узбекистана, здесь появился его однофамилец, и здесь же появился Шукуров, которые образовали двойную связку центральных хавбеков. Также к ним по ситуации мог подходить и Астон Урунов из Уфы. Футболист, который известен своей универсальностью, и может действовать как в центре поля, так и ближе к атаке, а может вообще занять позицию крайнего защитника или крайнего форварда. То есть за счет Урунова Узбекистан получал универсальность. Он мог играть с двумя хавбеками и четырьмя фактически нападающими, а мог перестраиваться на трех полузащитников и трех форвардов впереди, в зависимости от того, где играл Урунов. То есть при обороне Астон оттягивался в опорную зону, при атаке он поддерживал переднюю линию, где играл Эльдор Шамуродов на острие в качестве нападающего Рашидов, в качестве крайнего хавбека, и, разумеется, Жололедин Машарипов, один из самых техничных футболистов Узбекистана, игрок с выдумкой, игрок изощренный, который в итоге забил здесь мяч. Очень вовремя забил мяч в тот момент, когда Ганна сравняла счет. Ну и теперь давайте пройдемся по тем моментам, которые понравились и не понравились в сборную Узбекистана. Какие я отмечу плюсы? Во-первых, хорошая физическая подготовка. Чувствуется, что команда сейчас в таком, знаете, хорошем тонусе, что команда способна прессинговать, способна быстро выбегать в атаку. Переход из обороны в наступление занимал несколько секунд. И здесь следует похвалить команду за то, что они боролись буквально на каждом участке поля. То есть, если взять два забитых мяча Узбекистана, то оба стали результатами прессинга на чужой половине. В самом дебюте встречи сборная Ганны, попав под мощный прессинг со стороны Узбекистана, потеряла мяч около своей штрафной. И это привело к первому забитому мячу в исполнении Шукурова, который дальним выстрелом здесь зарядил как раз туда, куда нужно, неотразимый выстрел для голкипера соперника. При этом хотелось бы отметить, что второй гол также стал результатом прессинга. Правда, прессинга одного отдельно взятого футболиста Машарипова, который здесь отнял мяч, протащил его в атаку и смог здесь перекинуть с голкипера вот этим черпачком. То есть прессинг у Узбеков был просто великолепен. И за это следует команду похвалить. Чувствуется, что Абрамов, несмотря на товарищеский статус матча, хорошо настроил команду. Все-таки люди пришли посмотреть на сборную, хочется насладиться футболом, поэтому чувствовалось, что парни пытаются играть и биться на любом участке поля, в том числе пытаются отнимать снаряд у соперника на его половине поля. То есть здесь борьба шла на каждом участке газона. Из других моментов, которые хотелось бы похвалить сборную Узбекистана, это, конечно, дальние удары. И не только потому, что Шукуров забил мяч дальним выстрелом, то есть из-за пределов штрафной. Там, в принципе, было много хороших дальних ударов. И от того же самого Шукурова в дальнейшем он наносил еще неплохие выстрелы. Можно вспомнить другие эпизоды, например, как Сайфиев вообще. Один из защитников подключился к атаке и мог закидывать мяч за шиворот голкиперу. Он прочувствовал, что вратарь соперника далеко вышел из своих владений. И ему можно закинуть за шиворот мяч. Но тот в итоге смог спасти свои ворота. Но кто его знает, чем бы это все закончилось. В общем, в той ситуации, когда Ганна вполне себе ожидаемо играла от обороны и закрывалась на своей половине поля здесь, Узбекистан действовал за счет прессинга. То есть, когда соперник закрывался на своей половине, узбеки отнимали у них мяч и создавали моменты. Ну и второй момент, которым можно было как раз расшадать вот эту автобусную оборону соперника, это дальние удары. Потому что Ганна вжимается в свою штрафную, все футболисты Ганны подтягиваются поближе к своим воротам и таким образом открывают простор для дальних ударов того же самого Шукурова и всех остальных. В общем, здесь, мне кажется, это весьма показательный момент. И в результате, например, если мы посмотрим статистику за первый час игры, то здесь 14-4 преимущества Узбекистана по количеству ударов. Потому что здесь команда Абрамова пыталась, вот как только вышла на опасную позицию, сразу наносить удар. Также понравились действия Эльдора Шамуродова, который много смещался на фланге, много растягивал оборону соперника. С одной стороны, кто-то скажет, что это минус, потому что все-таки он нападающий и должен действовать на острие. Но за счет этого он уводил за собой защитников Ганны, освобождая зоны в центре обороны и в других позициях для игроков-одноклубников своих, для других футболистов сборной Узбекистана, которые могли уже в эти открытые зоны врываться и создавать хорошие моменты. Поэтому здесь Шамуродова тоже можно оценить. Да, это не самый яркий матч в его исполнении, но его активность, его смещение на фланге – это действительно очень актуальный момент. Понравилась и тактика Абрамова с этой, знаете, такой универсальной ролью Урунова, который появлялся и в центре поля, и ближе к атаке. Таким образом, когда было необходимо, Узбекистан играл в три центральных полузащитника с максимально плотной группой. А когда было нужно, Узбекистан мог перейти на четырех нападающих, фактически. Рашидов, Урунов, Шамуродов, Мошарипов. Вот, пожалуйста, большая атакующая группа, которая может и прессинговать, и создавать моменты. В общем и целом, получается неплохо для проверки. Но, что мне не понравилось? Во-первых, конечно, игра защиты, которая периодически позволяла слишком много. И в частности, хоть соперник и был не самым сильным по классу исполнителей, просто повторяю, у Ганы все игроки были из их ганнского чемпионата. Ни одного футболиста из Европы у них не было, который выступает там в Италии, Англии и так далее. Все местные игроки. Но при этом тут была одна звезда, которая в будущем еще наверняка будет играть в Европе. Это 17-летний паренек Фатаву, который забил мяч Узбекистану тем самым штрафным ударом, и который, более того, создавал регулярные моменты. Бил по воротам. Там был момент, когда в крестовину попал Фатаву, точнее ударил, Ильясов перевел мяч. То ли в крестовину, то ли в перекладину. Но самое главное, что он реально создавал постоянные моменты, и, к сожалению, оборону Узбекистана не успевал за этим 17-летним скоростным пареньком. Еще один важный нюанс, который хотелось бы отметить, это слабая реализация. То, что я сказал, у Узбекистана было преимущество по количеству ударов. Преимущество серьезное. Например, в первые 60 минут 14-4. А потом, после вот этой отметки в час игры, дальше Узбеки продолжили бить по воротам и создавали один момент за другим. Но, как я уже сказал, моменты нужно реализовывать. А с этим, к сожалению, у команды Абрамова были проблемы. Здесь, возможно, есть претензии к атакующей группе, но, с другой стороны, хотелось бы отметить, что, когда ты действуешь против такого плотного соперника, который играет исключительно от обороны, тут, конечно же, тяжеловато забивать, тяжеловато реализовывать свои шансы, потому что ты постоянно под наблюдением у двух, а то и трех футболистов соперника. Поэтому здесь не пытаюсь оправдать нападающих Узбекистана, которые много упустили моментов, но все-таки соперник был не самый сильный по составу, но очень, знаете, неприятный в плане стиля. Все-таки, когда они закрывались на своей половине поля, здесь попробуют и пройти через все эти заслоны. Поэтому, отчасти, есть, конечно, претензии к нападающим, с другой стороны, хотелось бы отметить, что и соперник был очень неприятный. В общем и целом, получилась неплохая проверка сил. Да, это, конечно, не самый сильный оппонент, но, с другой стороны, это африканская команда. Африканские команды всегда сильно выделяются на фоне европейских или, например, азиатских. Поэтому для сборной Узбекистана это был полезный опыт. Ну и, в конце концов, нужно было народ порадовать, чтобы все пришли на трибуны, посмотрели на своих любимцев, на сборную Узбекистана, и чтобы люди насладились футболом. Сейчас, в эпоху коронавируса и всех этих неприятностей, очень важно радовать людей такими футбольными матчами.